Привет всем львам и львицам! С вами Александра и собачки. Сегодня будет расклад на отношения на месяц июня. Несмотря на то, что июнь начался, мы все еще сделаем на июнь, как я обещала. В центре событий лежит девятка чаш. Девятка чаш – это исполнение желаний. Вас ждет исполнение желаний в этом месяце июня. Что может помешать этому? Работа. Вам придется много работать над исполнением этого желания. Если это связано с вашим партнером, то вам придется находить какие-то общие точки прикосновения и, может быть, общие интересы. Только тогда вы будете счастливы. В голове у вас карта «Джастис». «Джастис» – это правосудие. Вы взвешиваете, возможно, правильный партнер у вас или нет, подходящий или нет. Возможно, вы довольно-таки материалистичны. В подсознании у вас какая-то прошлая боль, наверное, лежит. Тройка мечей. Она обычно говорит о незаживающей какой-то ране из прошлого. В прошлом было закрытие какого-то дела или каких-то отношений, которые закончились. Возможно, они возобновлялись не раз и потом закончились. И это все тянется в будущее, потому что оно еще у вас все. Это ограничивает в нахождении нового партнера или в наслаждении тем человеком, который вокруг вас сейчас. Мысли ваши о прошлом. Вы видите себя как человек, который ревностно относится к своим собственным вещам, включая партнера. То есть довольно-таки ревнивый человек. Окружающая среда видит вас как десятку жезлов. Трудно. Вы поддаетесь влиянию окружающей среды. И ваш партнер считает вас довольно-таки тяжелым человеком. А вам кажется, что вам, может быть, этот партнер и не подходит. Вам хочется все закончить. Возможно, все бросить, опустить руки, уйти и наслаждаться одиночеством, гордым. Ну вот. Вы так, скорее всего, и сделаете. Вы будете строить свое царство-государство. И, возможно, даже свои материальные условия улучшать. Потому что карта императора обычно говорит о человеке, который не так уж очень заботится. На втором месте у него любовь. На первом – расширение своей границы, улучшение своего царства. Если вам нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь по адресу Попеса 8888 от gmail.com Я всегда буду рада вам помочь на любую тему отношения или самоисследование, самокопание. Это я очень люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok